Еще об актуальной политике Павел Слов. На чистых прудах в митингах хватит кормить Кавказ. Я говорил об этом. Это то же самое, что Белковский. Вопрос не в том, что мальчишки возмущены наглостью определенной части северокавказских или вообще кавказских элит. И что их достало. Вопрос заключается в том, как программируют дальше сознание этих мальчишек. Его программируют на самоуничтожение. В этом смысле бунт и революция это антитезы. Бунтарь находка для деструктора. Так же, как болтун находка для шпиона. Любое человеческое негодование можно канализировать в русло, несовместимое с жизнью негодующего человека. Протест всегда можно перенаправить так, чтобы человек в результате этого убил сам себя без всякой посторонней помощи. И потом ему можно было сказать, да вы же и убились. Милый, ты же сам это сделал. Отделяется Кавказ. Хватит кормить, пошли нафиг. Это же не политика Ермолова. Ермолов не был националистом по Белуковскому. Он был имперским идиотом. Так же, как все остальные. Наши предки как идиоты завоевывали Кавказ. Все были идиоты, кроме Белуковского, который хочет свести Россию к Эстонии или Чехии. Интересно, в каких границах? Тут-то недоговаривают. Начинается от расчленения новой потери территориальной целостности. Отпадает Кавказ. Там радикализируются исламские тенденции. Взрывается по Волжье. Территория разламывается на две части. А дальше каждый вменяемый человек должен ответить себе на вопрос. А он вообще-то посмотрел на карту. Вот он не очень грамотный. Вот он смотрел на карту. Он понимает, что будет значить это обособление. Сегодня хватит кормить кавказцев. Завтра хватит кормить якутов. Потом бурятов, тувинцев. Потом, так сказать, татар, башкир и всех остальных. Тут же только начать. Лиха беда начала. Потом идет принцип домино. Это все лоскутное одеяло. Потом другие начинают говорить. Хватит кормить Москву. Как только возникает слово «хватит кормить», вы живете в семье и говорите «хватит кормить ребенка». Хватит кормить еще кого-то. Как только для вас все становится обременением, то потом обременением для вас становится государством вообще. Хватит кормить старую маму или кого-то еще. А потом жизнь. Жизнь – это тоже обременение. В конечном итоге все это умелые способы включения русского тонатоса. И вот я говорю, русские националисты, понимающие что к чему, идите туда и объясняйте мальчишкам, что их сводят с ума, что их заставляют сделать харакири, что их естественное негодование превращают в механизм самоликвидации, что самоубийством-то кончат после этого. И какие-то там кавказцы. А эти мальчики. Объясняйте им, что к чему на их языке. У нас сейчас нет распри с национализмом. У нас есть распри с национализмом по-белковскому. То есть с уменьшительным национализмом. То есть программой русской самоликвидации. Вот с этой программой русского тонатоса мы будем воевать всеми возможными интеллектуальными, духовными и иными средствами. А с национализмом сейчас никаких разногласий нет. Если это державный национализм, национализм, который мыслит хотя бы удержанием территориальной целостности, то по главному вопросу расхождений нет. Потом обсудим все остальные. Сейчас остановите деструкцию. Это ваше дело. Это ваша территория. Действуйте немедленно. Потом будет поздно.